Привет! Мы сегодня отправляемся в музей с моими детьми. Да, Саша? Да! Палеонтологические музеи для того, чтобы увидеть скелеты динозавров. Это самая главная наша цель. Машка на мне в рюкзачке, Сашка пешком рядышком идет, и мы будем ехать сначала на трамвае, а потом на метро. Почему мы это делаем? Потому что воспитательницы жалуются, что дети не знают, что такое общественный транс. Поэтому у нас сегодня вот такая вот экскурсия на общественном транспорте в музей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Видишь, как плачут на трамвае на нас? У нас прям сгодня плачут. Слушай! Клуба! 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 Написано, что тут археологический музей. Вот, без плана. Входим и смотрим на разные экспонаты. Потому что было много болезней, не было лекарств. Это один день? Да, это маленький человечек, меньше еще, чем Маша. Маша и Саша. Он умер и его в такой коробочке похоронили. Древнее жилище. Ага. А когда он был еще один? Ну, это уже получше, постарше. Это городище Чучин на Дмитре. Не знаю, где сейчас приходится. Вот такая вот экспозиция. Нет, туда нельзя, Саша. Туда? Как выглядел в Киев, где-то в 80-х. А вот какой вид. Вид с моста Патона. Где-то тысячу лет назад. Маша. Маша. Нононо. Нононо, Маша. Динозавр. Кто это, Маша? Ну, был когда-то настоящий, а сейчас чучело. Чучело мамонта, детеныша мамонта. Ну, вот он. А вот он. Это немецкий. А вот Маша русский уже. Маша, не трогай. Да. Курсию нам послушать не удалось. Дети за нее дерутся. Так выглядела природа во времена динозавров. Так, летающий динозавр. Почти как Коко. Такая ароматная ракушка. Ну, конечно, она поломана. Она же старая. Макет моря холода. Кораблики плавают на поверхности. А поднимстока воды в ужаскость. А так выглядит антроптическая станция имени академика Вернадского. наша украинская. Это диорама фарстовой пещеры. Диорама фарстовой пещеры. Ой, Саша, Саша, Саша. Слушай, что там? Камушек такой красивый. Это такой камень. Смотри, какой интересный. Внутри он белый, а контуры его черные. Правда? Да, тетя разрешила трогать камушек. Это камушек, кварц, привезенный из Житомирской области. Опа. Саша и Маша сидят в настоящем парте, да? Вот этот. Только что купили два камушка настоящих полудрагоценных. Сердолик и Халцедон. Покажи. У тебя камушки красивые? Покажи, Маша. Маша уже с ними бегает по всему музею. Зубрак. А здесь скелет какой-то рыбы. Ретины. Это не кабак, Саша, это зубр. Вон дальше скелет. Это скелет волосатого носорога. Назывался Волоцен. Да, Саш, смотри. Где Маша? Маша любит на это. Кто-то устал и говорит, что хочет спать. Кто за это хочет спать? Кто это спит? Маша? Маша. И Саша тоже решил полежать. Это самая древняя рыба Владимирия. Ну, или одна из самых древних. Это... Ну, что такое здоровая стекоза. Прям испугаться можно, если увидеть такое. Это окаменевшее дерево. Маша обнимает? Я обнимаю. А там окаменевшая пальма, наверное. Почему я вас прячу? Зарисовка из жизни доисторической семьи. Вот так вот Саша посещает музей. Маша заснула. Два этажа музея были очень утомительные. После динозавров Маша уже отключилась. Саша называет это телеками. Показывают подводный мир. Рыба-пила. Потом короткохвостая серая акула. И в самом верху акула-молот. Где акула? Самая верхняя. Акула-молотая. Да. Зашли в зал с птицами. Маша жалко заснула. Она их очень-очень видит. Маша отсюда, наверное, не отошла. Да, наверное. Так выглядит вернисто уточек. Лисичка охотится за сусликом в пустыне Карактэ. Саша, это не гуси, это чайки. Да. Это диорама. Называется птичий базар. Чайки на скале. Осенний лес. Саша, сова и мухомор. Вот, кстати, так выглядят наши любимые Карпаты. Нам уже надоело ходить по музею. Саша неинтересно без Маши, пока Маша спит. И мы решили выйти на улицу. Пойдем прогуляемся. Вот так выглядит осенний Киев. Это улица Богдана Хмельницкого, которая перпендикулярно пересекается с главной улицей нашей столицы, Крещатиком. А это наш оперный театр. К своему стыду я там была всего один раз, и то на корпоративе. На находится бизнес-центр Леонардо. Это один из самых дорогих офисов у нас в Киеве. Рядышком находятся две станции метро и центральное месторасположение. Фасад сделан под историческое здание, а наверху, вон там виднеется, современная стекляшка. За оперным театром находится вот такое историческое здание, наполовину жилое. И, кстати, вот на самом верхнем этаже там находится квартира нашего мэра Кличко. А напротив этого дома, на другой стороне улицы, находится посольство Германии. В эфире сегодня был Киев. Вы были с нами в центральной части города и приехали опять к нам на район, где мы живем. И всем спасибо за то, что смотрели это видео. Ставьте, пожалуйста, лайки. И всем пока-пока!